Приветствую вас, мои хорошие! Приветствую на канале в гостях у заводчика Корги. Сегодня мы рассмотрим интересный вопрос. Тут наша соседка Российская Федерация, знаете, как дурень со ступой носится со своими ядерными ракетами. Уже просто достали, честное слово. На этот раз они угрожают Польше. Поскольку поляки заявили, что они готовы разместить на своей территории ядерное оружие натовское, если будет в этом необходимость, то Россия сразу же ответила угрозами атаковать Польшу. Об этом ядерными ракетами, заметьте. Об этом заявил заступник министра закордонных справ РФ Сергей Рябков. То есть это не просто соловьиный помет, да, там разбрызгивал, знаете, свою диарею. Это вообще-то заместитель министра, да, то есть лицо как бы официальное. Ну вот такие заявления. Причем, заметьте, заявление в ответ на размещение. То есть когда Россия разместила свое ядерное оружие в Беларуси, да, то вообще их ничего не волновало, да. Прям при границе к Польше, да. Так почему бы полякам не сделать так же в ответ? Ты посмотри, тут Россия возмущается. Мало того, не просто разместить свое оружие, а где они еще могут разместить, да, поняли, где, в Караганде. Но прямо атаковать, то есть они готовы нанести ядерный удар по стране, которая им никакого вреда, собственно, не причинила реального, да. А только защищает свои границы. Но ничего удивительного, да. После войны в Украине уже ничего не удивляешься. Ну давайте посмотрим. Вообще, все, что касается ядерного оружия, для России это большой блеф. Вот по моему мнению, большой блеф. Так, ну все-таки проверить нужно. Давайте попробуем. Давненько мы с вами не делали кельтский крест. Давненько, давненько. Как-то я так люблю, знаете, как у меня идет. Вот у меня интуитивный расклад такой. Но есть вообще-то и интересные традиционные расклады. Будет о чем поговорить. Давайте. Итак, угрозы России нанести удар, ядерный удар по Польше. Возможны ли они, будут ли они и что это? Итак, ядерный удар Российской Федерации по Польше. Так, суть вопроса подсознательная. Сознательная. Что было, что будет. Интересно. Так, сама Россия об этом что думает. Другие люди как влияют в страхе, опасения и чем дело закончится. Ну что, поехали. Так, суть вопроса. Ну, суть вопроса, очень хорошо, собственно, выживание страны. И, возможно, не одной. Да, сама жизнь, возможно, даже сама жизнь на земле. В принципе, суть вопроса. Так. Сознательная. В сознательном у нас жертвы. Ну, тут тоже понятно, да. Это огромные жертвы. На самом деле, это опасность огромного количества жертв. Так, в подсознательном у нас все туда же, понимаете. Хоть в сознательном, хоть в бессознательном. Это опасность и жертвы, заражения и больших проблем, и материальных потерь. В общем, как ни глянь, это беда. Это беда. Что предшествовало? Предшествовало, ну, тут, да, действительно, похоже, да. Это вот польские заявления. Мы садимся на коня, и мы готовы, да, если что, активно себя проявить. Это предшествовало этим заявлениям. В ближайшее время что будет? В ближайшее время будет, смотрите, рыцарь монет. Вы знаете, это похоже на, возможно, усиление гонки вооружения. Еще больше будут вкладываться вооружения. Еще больше нагонять военный бюджет и вот все такое. Хорошо, что сама Россия думает по этому поводу? Сама Россия король мечей. Сама Россия готова воевать, убивать, насиловать. Другие люди, но другой весь мир, скажем, да, окружение, все-таки склонно договариваться. Весь мир склонен говорить, да, разговаривать, договариваться, искать точки соприкосновения. Чего Россия в данном случае боится? Боится она, смотрите, об какого-то выбора. Давайте сделаем дополнительные карты, выбора. Выбора. Какого выбора боится? А боится она, знаете чего? Если страны, НАТО, да, и вообще весь мир будет уверен в себе и действительно не будет жевать сопли, а просто возьмет и лупанет. Просто возьмет и лупанет. Если весь мир действительно начнет себя уважать, пристанет бояться, да, уважать себя и просто лупанет в ответ. Просто лупанет. Это страхи России. И чем же это дело закончится? Закончится, скорее, это все-таки больше похоже на какую-то холодную войну. Все-таки это холодная война, да. Пять жезлов, это конкуренция. Кто кого, кто кого переиграет, кто кого передавит. Последняя карта в колодье у нас четверка кубков, поэтому я могу предположить, что это все-таки действительно панты дешевые. Они готовы, как индюки, пыжиться, пугать, запугивать. Делать заявление, потому что, ну, иначе они просто не могут. Такой стиль у них поведения и политики. Но на самом деле какая-то атака ядерным оружием, она невозможна. Давайте спросим, а почему? Почему? Просто их страхи получить в ответ? Или есть что-то еще? Почему Россия? По какой причине Россия не готова нанести удар? По какой причине? Очень интересно. ПАС-двойка Пентакли и, собственно, сама Россия. Так, ну что? Ну, не все так и стабильно в России, видите? Есть у них ПАЖУ. ПАС-жезла. ПАС-жезла, вообще-то жезлы брать как оружие, а то ПАЖУ на самом деле они не уверены по двойке, не уверены в своем оружии. Не уверены, да? У них есть сомнения в собственном этом оружии. Смотрите, плюс это добавит очень много, добавит, знаете, беспокойство, борьбы с ними, много хлопот для них добавит, да? Много проблем им добавит. Плюс иллюзия, посмотрите. То есть они еще где-то врут. Где-то они врут. Врут о чем? О чем они врут? О маге, о своих возможностях. Врут они, смотрите, где-то у них иллюзии, где-то они о чем-то врут, о чем? О своих, ну маг, о своих возможностях, о своих инструментах. Есть ли в России реальное рабочее ядерное оружие? Есть ли в России реальное рабочее ядерное оружие? Вы знаете, по девятке мечей я бы так сказала. Оружие-то у них есть. Конечно, девять мечей. Смотрите, сколько его. Только у них такое оружие, которого они сами боятся. Я думаю, у них прежде всего у самих страх применения этого оружия. Потому что, знаете, где-то там на своей территории упадет, ну как обычно это для них, да? Либо сделает движение обратно, да? И прилетит прямо в бункер Кремля. В общем, они боятся его использовать. Оружие есть, но такое оружие, которого они сами боятся. Но они готовы что-то делать еще. Посмотрите, они готовы активно, ну непосредственно король кубков. Я думаю, они готовят что-то новое или хотят сделать новое. Что-то такое. Не надеются на старые запасы, потому что они вызывают опасения. А готовы что-то новое делать. Создавать новое оружие. Причем, смотрите, такое оружие, которое бы действительно могло нанести смертельный удар. То есть, по сути, что мы имеем? Когда-то я об этом говорила, мои хорошие. Вы помните, что с Россией нужно быстро разбираться. Потому что они могут создать действительно опасное оружие. На сегодня у них блеф. Вся их опасность относительно ядерки. Это все блеф. Они не решатся использовать свои, понимаете, дрова. Но они готовы или создают уже действительно что-то более опасное. Поэтому тут, понимаете, вот это вот ожидание смерти подобное. Нельзя с Россией играть. Ее нужно, смотрите, по колесу фортуны башня. Вы понимаете? Через какое-то время они действительно могут создать что-то разрушительное. Ну, если, конечно, сами не разрушатся к тому времени. Поэтому для мира есть очень маленький, небольшой выбор. Либо обезоружить Россию, разбить эту всю федерацию. Лишить их возможности производства смертельного оружия. Освободить колонизированные народы. И дать людям жить в свободных странах. Дышать нормально свободным воздухом. Либо Россия будет бесконечно угрожать. И уже через определенное время эти угрозы действительно, место иллюзий, могут превратиться в 10 мечей. Вот что я вам скажу. Из девятки превратиться в десятку мечей. Хотя, конечно, этот удар может разрушить и саму Россию. Нужно понимать, да? Что тут, видите, по колесу фортуны. То есть, как посмотреть. Но вы понимаете? Когда речь идет о маньяке, то все возможно. Вы посмотрите, куда они уже вообще теряют разум. На сегодня это понты. Просто по определению на сегодня это понты. Но завтра ситуация может поменяться. И, к сожалению, к худшему. Причем к худшему не только для мира, но и для самой России. Это все идет. Знаете, вот действительно это может возникнуть ядерная война. Ядерная какая-то такая, знаете, перестрелка, в которой не будет победителей. Не будет. Это страшное дело. Россия действительно представляет опасность для мира. Мои хорошие. Но Россия действительно представляет опасность для мира. И здесь очень сложно просчитать, в какой момент. Такие дела. Дьявол. Следующая карта. Дьявол. Это одержимые люди. Одержимые. С маньяками поступают... Два варианта есть. Либо их нужно обезвредить. Понимаете? Либо их нужно утилизировать. Какие еще варианты? Вы понимаете, что творится? Вы смотрите, что делается. На сегодня это пустое. Это болтовня. Они хотели бы, но они не могут. Понимаете? Они боятся сами собственного оружия. Но завтра ситуация поменяется. И поменяется к худшему. Поэтому не так уж и много времени у мира, на самом деле, у Европы. Не так уж много. Очень рекомендую открыть глаза на реальность. Открыть глаза. Давайте так и спросим, есть ли вероятность вообще ядерной войны. Ядерной войны. Давайте так. В которой будет участвовать Россия. Потому что ядерная война, да, мы смотрели это, в принципе, она возможна. Но она как бы не в этом регионе. Возможно, Ближний Восток, не знаю. Но как бы не думаю, что это наш регион станет первооткрывателем ядерной войны. Явно нет. Но станет ли участником ядерной войны Россия? Все-таки спросим. Станет ли Россия? Может ли стать, может ли стать Россия участником ядерной войны? Королева Кубков. Рыцарь Жезлов. Король Жезлов. Туз Пентакли. Пять мещей. Вы знаете, может. Может. Если у нее будет такая возможность. Если у нее будет этот туз. Вот если у нее появится этот туз. Опять же, его нет. Мы говорим, есть ли, может ли, сможет ли. Ли у нас есть. Вот если у них появится эта возможность, то они вполне будут готовы на агрессию. Вполне. Ничего их не сдержит. То есть, по сути, их сдерживает, по большому счету, отсутствие действительно нормального оружия. И страх его использовать. Вот и все. А будет ли это ядерная война? Будет ли ядерная война на земле? Будет ли это ядерная война? Рыцарь. Ну, смотрите. Рыцарь это еще не война. Но рыцарь это уже информационная атака. Это уже подготовка. Это уже нападки. Будем надеяться, что все-таки мир может избежать. Может избежать. Потому что рыцарь это еще не королев. Смотрите, король мечей. Нормальный вопросик, да? Очень велика опасность, мои хорошие. Очень велика. Но опять же, что я могу сказать, что скорее это все-таки в другом, за морями, да? В другом регионе. Очень, да. Видите, опять у других берегов. То есть, большая вероятность, что если это... Вот мы спросили, будет ли. Вот опять, видите. Да, она возможна. Но скорее это будет в других регионах, где-то там вот за морями, да? Там за морями. Ой, ну, в общем-то, от этого не легче. От этого не легче. Ну, вот такая ситуация. Такая ситуация. По большому счету прогноз не меняется. Потому что все время, когда мы рассматривали с вами вот перспективы ядерного оружия в России, то, в принципе, всегда плюс-минус тоже и падала. И, ну, карты только повторяются. Карты вот в данном случае повторяются. Но я очень бы рекомендовала, чем быстрее Россию поставят на место, тем легче будет всему миру. И не будет такой необходимости сумасшедшей гонки вооружения. Потому что пока что мы будем наблюдать гонку вооружения сумасшедшую. А вы же понимаете, когда все страны ударяются в гонку вооружения, то тут уже, знаете, недокомфортной жизни людей, спокойной жизни людей, к сожалению. И все это может подтянуть и проблемы с нормальной миграцией людей, с нормальным туризмом. В общем, все это, знаете, опять закрытые страны. Ничего хорошего в этом нет. Ничего хорошего. Поверьте, ужесточение въезда, выезда. Холодная война еще никого не делала более счастливым. Очень жаль, но тут действительно серьезная опасность именно такого нагнетания, холодной войны, гонки вооружений и реальная опасность настоящей ядерной войны, ну, скажем так, за морями в другом регионе. Я думаю, это где-то с другой стороны. Но Россия при этом все равно представляет из себя очень большую опасность. Очень большую опасность. Тем более свои технологии они легко могут передать этим самым странам, да, которые эту войну, собственно, там могут и начать, где-то за морями. Поскольку Россия является страной-террористом. Это факт. Такие дела, такие дела. Давайте еще раз. Будет ли удар по Польше ядерным оружием? Давайте. Будет ли удар по Польше ядерным оружием? Страшный суд. Приумф. Здесь Пентакли. Будет ли удар по Польше ядерным оружием? Девять Пентакли. Нет. Нет, Польша будет, смотрите, у Польши получится не просто выстоять, да, а тут в этой ситуации как будто бы в каком-то быть наконимником, триумфе. И я считаю, что вот в этой ситуации все-таки Польша выдержит марку, да, и им еще удастся при этом и ну как-то материально, что ли, вырасти, усилиться, да, улучшить свои позиции для поляков. Для поляков здесь выигрышная позиция. Украина. Ну уж давайте посмотрим, да, может ли быть ядерный удар по территории Украины. Тем более эта тема неоднократно вами поднималась. Может ли быть ядерный удар то по Одессе, то еще там где-то. Может ли быть ядерный удар, будет ли ядерный удар по территории Украины. Будет ли ядерный удар по территории Украины. Нет, мои хорошие. Четверка. Просто посмотрите на эту карту. Четверка кубков. При любом раскладе это нет. Нет. И при этом рыцарь то же самое, что мы видели, да, это холодная война, это нападки, это ИПСО, это запугивание, это информационные атаки. И это уже было, и это будет, как было в прошлом. Снова будут повторяться эти атаки. Нет, не будет удара, но информационные атаки нужно переживать стоически, мои хорошие. И максимально вести диалог с миром, потому что только все вместе мы можем связать руки маньяку, только все вместе. Потому что, конечно, он силен. Но здесь, чем больше мы его боимся, тем он становится сильнее. Его не стоит бояться, он сам боится, этот маньяк. Этот маньяк, он боится на самом деле сам, единства. Он боится, что мир объединится против него и даст ему хорошую дюлину. Действительно, нанесет удар. Начнет себя уважать и нанесет ему удар. Они на самом деле дикие трусы. Трусы. Понимаете? И это важно осознать. Это касается и войны с НАТО. Обосрется Россия. Обосрется. Такие дела. Но понты разгоняет. Но, опять же, напоминаю, что максимально опасное оружие они создают, либо планируют создать. И я подозреваю, что создают, работают над ним. Одна надежда на то, что руки и задницы в России, если они там, понимаете, не в состоянии создать ничего толкового в космической промышленности, то очень маловероятно, что что-то они сделают действительно и в ядерных, в этих технологиях. Одна надежда. То, что они что-то делают, я почти уверена, что у них есть какое-то производство. Ну, уже же посадили разработчиков каких-то там ракет, да? Ну, вот еще кого-то посадят. Очень, очень, очень надеюсь, что ничего у них из этого не получится. Но то, что они могут продать разработки, продать материалы в другой стране, в которой найдутся люди, знаете ли, по толкови. Вот это в этом опасность. В этом основная опасность. Вот в этом. Такие дела, мои хорошие. Люблю, целую. Обязательно увидимся.